Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздник Благовещения Пресвятой Владычицы, Девы Богородицы, Церковь сугубо воспевает в словах тропаря, которые мы с вами слышим как основание сегодняшнего торжества. Днезд спасения нашего главизна, сегодня начало, основание нашего с вами спасения. Я же от века таинства явлений, Сын Божий, Сын Девы Бывает, и говорил благодать благовествую. Тем же и мы с Ним, Богородицы, воззапием. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется Церковью 7 апреля. Это и есть день, ровно через 9 месяцев от которого 7 января Богородица родила младенца Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не случайно мы сегодня вспоминаем слова Архангела Гавриила, который пришел в то самое время, когда по преданию Церкви Святая Дева, находясь при Иерусалимском храме, упражняясь в богомыслии, в молитве, в данный момент читала Слово Божие. И читала она отрывок из книги пророка Исаии, книга 7 глава 14 стиха, «Где говорится, все Дева в очреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Вот отклонившись от прочитанного, а и мы должны с вами читать не просто текст, мы должны размышлять, мы должны предаваться богомыслию во время чтения Евангелия. И вот читая книгу пророка Исаии, Богородица отвлеклась от этого текста, и как бы воздохнув, какая же счастливая будет та Дева, которая сподобится быть матерью Бога. Она даже не считала себя достойной, она просто воздохнула от той, которая может быть достойна такой великой святости. И вот в это самое время является ей архангел и Гавриил, и возглашает ей, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Почему архангел обращается к Деве благодатной? Потому что она уже была исполнена благодати Духа Божия, и те дары Духа Святаго вполне вмещались в эту чистую Деву. А что это за дары Духа Божия? Апостол открывает нам, что дары Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все это было вполне в этой чистой День. И вот потому он обращается к ней благодатной, исполненной благодати, радуйся! И это удивительное явление, которое запечатлевает Церковь в своих торжественных богослужениях, празднует сегодня весь православный мир. Хотелось бы, дорогие братья и сестры, напомнить вам, что с самого раннего возраста, с самого младенчества, Матерь Божья была посвящена Богу. И сегодняшний праздник должен нас с вами научить, что и мы должны с раннего возраста сами, а если у кого есть дети с раннего возраста, и своих детей, учить закону Божьему, закону нравственной жизни. И если мы так будем, подражая Богородице, воспитывать своих детей, то и они сподобятся благодатных даров Духа Божия, и любви, и мира, и радости, и воздержания, и кротости, и самое главное, глубокой веры. Мы помним с вами, что Богородица занималась богомыслием, чтением Святого Писания. И это еще один урок сегодняшнего торжества. Мы должны не просто праздновать праздник, и не просто приходить на молитву или стоять во время молитвенного предстояния. Мы должны для себя извлекать уроки из каждого великого торжества. И вот следующим уроком для нас может быть также богомыслие над чтением Святого Писания. Будем и мы с вами учиться у Богородицы читать и Ветхий Завет, и Новый Завет. И отвлекаясь немножечко от прочитанного текста, размышлять, а где, о чем сказано, а где тут говорится обо мне, где здесь говорится об апостолах, и к чему Бог призывает меня, мою семью, моих близких, для того, чтобы исправить свою земную жизнь. Еще один урок, который преподает нам Богородица, это пример смирения. Именно за смирение мы слышим с вами в Евангелии, яко призре Господь на смирение мое. То есть Он увидел в ней смиренное сердце. И вот потому мы слышим с вами исполнение на Богородице. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И это еще один урок, как стяжать благодать и дары Духа Божия через смирение, кротость и воздержание. Мы с вами понимаем, что в этом сегодняшнем торжестве есть еще урок, данный нам самой Царицей Небесной. Это урок терпения. Урок довольства всем тем, что мы имеем. Потому что Богородица, когда была отдана, как бы замуж, но на самом деле для хранения ее девства и чистоты, древоделу Иосифу, он привел ее в совершенно бедный дом. Она стала женою плотника и никогда не роптала на то, чего-то у нее не хватает, куда-то она хочет поехать, чего-то там получить еще. Это было действительно смирение, достойное любой жены, которая всегда была довольной тем, что имеет. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным, напоминает нам святой апостол. Вот и мы можем научиться в сегодняшний праздник быть довольными своим положением, каким бы оно ни выпадало на день нашей жизни. И еще мы должны научиться у Богородицы терпеть скорби. Мы с вами помним, уже тогда, когда она принесла своего младенца, сына Иисуса Христа, в Иерусалимский храм, то старец Симеон предсказал ей, тебе оружие пройдет душу. И действительно Богородица стояла у Голговского креста. Сколько нужно было пережить, созерцая страдания своего возлюбленного сына и Господа нашего Иисуса Христа. Но все она перенесла со смирением и с великим терпением все скорби и все напасти, которые выпали на ее жизненном пути. И еще очень важный урок, которому мы можем научиться у Святой Деды. Не только правильно жить, молиться, смиряться, терпеть, прощать и любить, но и умирать. Как готовилась к переходу в мир вечности Дева Богородицы? Она все время размышляла о Сыне Своем, о Господе Иисусе Христе, Которым удостоилась быть мальчиком. И вот мы с вами помним, что Богородица отошла в мир вечности с оливковой ветвью в руках, с ожиданием жизни будущего века. Вот почему и мы с ней благодарственно воззапеем. Радуйся, Богородица, Дева, Господь с тобой. Давайте же, дорогие братья и сестры, в сей праздник Благовещения Пресвятой Богородицы услышим те слова, которые она читала в тот самый момент, когда явился ей архангел Гавриил, сидево, примет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануэл, что значит «С нами Бог». Вот на этих последних словах давайте сконцентрируем свое внимание, давайте напишем эти слова в своих сердцах. «С нами Бог, разумейте и покоряйтеся!» «С нами Бог, аминь!»